Вопросы диверсификации оборонно-промышленного комплекса и регионального развития в рамках реализации национальных проектов, а также развития кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса обсуждались в ходе 12-го Всероссийского совещания новые кадры оборонно-промышленного комплекса, которое было приурочено к столетию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Тема особенно актуальна в связи с тем поставлена правительственная задача по диверсификации. Причем это не тот случай, когда мы делали алюминиевые и региональные кастрюли из крыла мига или сухого, мы это помним, мы не собирались ускорять то, что уже было. Организаторами совещаний выступили Минобранауки Российской Федерации, Союз машиностроителей России и Ижевский государственный технический университет. Мы хотим, чтобы наши студенты, наши будущие оборонщики это понимали и получили здесь не только знание и диплом, но и калашниковский характер, стремление к развитию и самосовершенствованию. Именно тогда предприятие получит от нас не просто новые молодые кадры, а кадры, подготовленные к новым профессиональным вызовам современного мира. В работе совещаний приняли участие руководители промышленных предприятий УПК региона, ведущих технических университетов страны, представители органов государственной власти. Я как Минпромтор УПК владею потребностями предприятий наших кадров. К сожалению, как ни крути, инженерными кадрами наши предприятия обеспечиваются порядка 30%. То есть те программы подготовки ребят, обучения совпадают с потребностями предприятий, но где-то на уровне 30%. К обсуждению были представлены 12 докладов и презентаций, охватывающих самый широкий диапазон тем. От лучших практик взаимодействия школ, вузов и предприятий до задач подготовки кадрового потенциала в условиях цифровизации производства, роли национальных проектов в процессе диверсификации УПК, установлению более тесной связи академических учреждений. Для нас технический университет является с январским близнецом. У нас единая кровеносная система. Только мы погружены главной частью, как по принципу парито, 80% это наука, 20% это у нас образовательные дороги. Ну и, так сказать, университет, его главная задача – обеспечение кадровым, в том числе и для научной сферы, и в том числе и для оборонных предприятий. Прозвучали доклады и аналитические выступления, посвященные ключевым проблемам взаимодействия высшей технической школы, осуществляющей подготовку кадров для предприятий оборонного комплекса с производственной сферой. Сегодня прозвучало очень много информации новой. Мы активно работаем по кадрам пока, но очень много чего сделано в Ижевске, очень много чего сделано в Туле, в Военмехе. Тут вся Россия представлена. Мне кажется, это здорово. Большинство выступавших на пленарном заседании и участников последующих круглых столов отмечали важность системной совместной работы вуза и предприятия с абитуриентами и выпускниками, которые должны реально представлять себе свои будущие возможности. Эффективность практики комплексной системы подготовки молодежи – школа, вуз, предприятия. Сегодня мы обсуждали вопрос целевого набора, который раньше не стоял, а изменились правила. И получили тот результат, который получили, он отрицательный. С одной стороны, это негатив вроде бы, но с другой стороны, мы все вместе увидели положительную сторону этого вопроса. То есть целевики становятся те и выбирают это направление, кто действительно хотел бы себя связать с предприятием. А вопрос кадров – а когда он не стоял перед нашей страной? Во времена индустриализации, в любой период, послевоенный, так сказать, социализм, в 90-е годы. Другое дело, что меняется сам ландшафт, в том числе и правовое поле. И вот сегодня обсуждали, что вошла программа «Новый кадр для ЛПК». Соответственно, раз появляются новые вызовы, на них идут и новые ответы. Я не думаю, что на прошлый был доклад по школьному инженерному образованию и с переходом в последующем на предприятие оборонно-промышленный комплекс. Вот отличная практика. Под отличной практикой подразумевается тесное сотрудничество между ижевскими школами и лицеями, где уже не первый год существуют инженерные классы, техническим университетом и акционерным обществом ИМЗ «Купол». Здесь очень серьезно и целевым образом готовят кадры для своего завода по схеме школа, вуз, предприятия. На сегодняшний день мы можем говорить о том опыте, который у нас действительно уже есть, не только по работе с целевиками, но и по работе вообще со студентами и выпускниками Ижевского государственного технического университета. Потому что задолго до введения целевой подготовки мы уже работали со студентами, трудоустраивали их студентов пяти профильных факультетов, приглашали к нам на работу, сначала на практику, на экскурсии, на работу. И таким образом мы их узнавали, они узнавали нас, и мы абсолютно с ними находили общий язык, в том числе процентов 50, я, наверное, даже 70, не ошибусь, оставались у нас на предприятии после окончания вуза, получив диплом. В завершении 12-го Всероссийского совещания «Новые кадры ОПК» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ИЖГТУ имени Калашникова и Ковровской государственной технологической академией имени Дегтярева. Подписали документ ректор ИЖГТУ профессор Грахов и ректор Ковровской технологической академии профессор Лаврищева. Стороны выразили надежду на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.